Игорь Сергеевич, уважаемые коллеги, разрешите представить вам доклад на тему МСКТ коронарография возможности в оценке визнозной анатомии сердца. Хроническая сердечная недостаточность – одно из самых распространенных и прогностически неблагоприятных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Согласно анализам трех крупнейших эпидемиологических исследований, за 16 лет в Российской Федерации распространенность хронической сердечной недостаточности выросла в два раза. На фоне хронической сердечной недостаточности наблюдается устойчивое нарушение координированной работы различных отделов сердца, которые могут быть устранены посредством сердечно-ресинхронизирующей терапии. Она позволяет восстановить атриовентрикулярную, меж- и внутрежелудочковую синхронность сокращения миокарта, улучшает сократительную способность левого желудочка, снижает функциональную метральную регургитацию и приводит к обратному ремоделированию левого желудочка. Для того, чтобы устранить меж- и внутрежелудочковую диссинхронию в устройствах сердечно-ресинхронизирующей терапии, есть ритмоводитель, который устанавливается в левый желудочек. В левый желудочек устанавливается электрод. Электрокардиостимулятор расположен в подключичной области подкожной, либо под большой грудной мышцей и соединен с тремя электродами. Два из которых через подключичную вену располагаются в правом предсердии и в правом желудочке, а третий через трансвенозный доступ и сквозь коронарный синус располагается в венозной системе сердца в одной из ее ветвей на задней боковой стенке левого желудочка. Установка левого желудочкового электрода является одним из наиболее сложных этапов имплантации устройства для сердечно-ресинхронизирующей терапии, так как аномалия сердечных вен не всегда может способствовать этому, и тогда приходится использовать дополнительные операционные методики, такие как левосторонняя миниторакотомия, либо видеотеркоскопическая методика. Целью нашего исследования было определить возможности компьютерной томографии, визуализации вен сердца и оценки целевых вен сердца. Исследование проводилось на 64-срезовом томографе, было обследовано 80 пациентов, средний их возраст составлял 62 года. Оценивали наличие и размеры коронарного синуса, его основные притоки и сравнивали размеры целевых вен сердца с диаметром левого желудочкового электрода. Коронарный синус визуализировался у 100% больных диаметром 10 мм. По форме он бывает цилиндрический, конусовидный и булавовидный. Из литературы известно, что у большинства больных хронической сердечной недостаточностью отмечается цилиндрическая форма строения коронарного синуса, что и было подтверждено в нашем исследовании. Большая вена сердца визуализировалась у 100% больных диаметром примерно 7 мм. Задняя межелудочковая вена. Диаметр ее составлял 6 мм. В большинстве случаев она впадала в коронарный синус в виде единого ствола, и у 4 больных она впадала в виде двух стволов, но перед впадением образовывала единый ствол. Передняя межелудочковая вена диаметром до 7 мм. Задняя вена левого желудочка имеет вариабельное строение и положение. Она может располагаться косо и вертикально. Впадает чаще всего в венечный синус и очень редко в большую вену сердца. Задняя вена левого желудочка у большинства визуализировалась в виде единого ствола. Также она может быть в виде двух стволов и в виде трех стволов. Левая краевая вена визуализировалась у 66 больных. Также в одном случае слева от передней межелудочковой артерии определялся сосуд, который прилегал в передней межелудочковой борозде. И он делился на две ветви. Одна из которых впадала в левое предсердие, а вторая через левую краевую вену в большую вену сердца. И отмечалось, что денситометрические показатели крови в ветви, которая впадает в левое предсердие, были выше, чем вены до деления и вены, которая впадает в краевую вену. Поэтому был сделан вывод о наличии заброса артериальной крови. Данная аномалия не имела никакого клинического значения, но при планировании оперативного вмешательства это может быть очень важно. Также встретился один случай варикозного расширения большой вены сердца и задней межелудочковой вены. Размеры расширений были 10 на 12 мм и 8 на 4 мм. Когда спросили хирургов, имеет ли это какое-то значение для планирования операции, они ответили, что нет. У этого пациента также определялось варикозное расширение передней межелудочковой артерии. Результаты представлены на таблице. Были сделаны выводы, что задняя межелудочковая вена и задняя вена левого желудочка у 100% пациентов имели больше диаметр, чем левый желудочковый электрод и имели подходящий угол для его имплантации. И лишь у 5 пациентов с похожими параметрами была левая краевая вена. КТ-коронарография за одно сканирование позволяет получить изображение как артерий, так и вен сердца, хорошо визуализировать целевые вены сердца, что дает возможность оценить их ход и размеры для предоперационного планирования сердечной и рейсинхронизационной терапии. Спасибо за внимание. Спасибо.